МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С детьми находиться больше в теньке, побольше воды и одеваться в светлые, не забывать на головной уборку. Больше всего пью воду, стараюсь с самой солнцепёк не выходить на жару, это вот температурный режим с полвторого и до полчетвёртого желательно на прямое солнце не выходить, больше воды и поближе к водоему. Многие жители ловят загар, везде, где это возможно, на пикниках или на местных пляжах. Главное не забывать использовать солнцезащитный крем и надевать тёмные очки. У нас около дома есть пляж, мы там всегда либо купаемся, либо сидим на полотенце и загораем. Я пытаюсь мало шевелиться, пить много воды и спасаться как-то в теньке. Шляпы, кепки и панамы – лучшие друзья в эти летние дни. Заниматься спортом в жаркую погоду лучше после 16.00 и в тени. Георгий вместе с другом делают упражнения на спортивной площадке в лесу, но без лишних нагрузок. Пьём много воды и стараемся не есть жирную пищу, говорит любитель тренировок на свежем воздухе. Мы спасаемся посредством кондиционеров, посредством того, что снимаем одежду, купаемся, кушаем холодное мороженое, пьём холодную воду. А спорт, ну, в зал сейчас не походишь, как-то, знаете, хочется и подзагореть. И свежим воздухом насладится у нас в России всего три месяца тепла. Особое внимание своему самочувствию должны уделить люди с заболеваниями сердца и сосудов. Важно выполнять рекомендации врача и меньше находиться на солнце. Прежде всего воздержаться от нахождения в жаркое время на улице, если необходимо выходить либо утром, либо вечером, соблюдать питьевой режим, минимум полтора литра в сутки. Всем людям с хроническими заболеваниями следить за своим самочувствием, носить одежду из натуральных легких тканей, чтобы не было перегрева, принимать прохладный душ освежающий и менее калорийную пищу. Простые правила помогут чувствовать себя комфортно и уберегут от многих неприятностей, таких как тепловой удар, обмороки и солнечные ожоги. Берегите себя! Екатерина Крамор, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.